Несколько десятков лет назад на территории Львеневской больницы планировался травматологический центр для оперативного лечения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Федеральная трасса рядом. В 90-х стройка была заморожена. С тех пор этот недострой не красит территорию, а лишь занимает место. Мы хотим обратиться с просьбой о возможности рассмотреть вариант сноса этого недостроя и решить вопрос, допустим, о строительстве детской поликлиники, о строительстве служебного жилья для медиков. Губернатор и спикер Закцобрания предложили не торопиться со сносом, а просчитать возможность предпособить недострой под нужды больницы. Если даже рассмотреть вариант вот этого четырехэтажного корпуса под настоящую детскую поликлинику, под такое население, оно у нас увеличивается, а то оставить под жильем. Я поручу Министерству строительства предварительный расчет сделать, оценку состояния и расчет, какие затраты нужны для того, чтобы, по крайней мере, контур закрыть. А потом рассчитаем затраты на реконструкцию. Далее главный врач Ленинской больницы подняла вопрос о необходимости капитального ремонта здания стационара. Губернатор распорядился при планировании бюджета на ближайшие три года учесть затраты на приведение здания в порядок. Еще одна больничная тема – стесненные условия работы в поликлинике станции Евсина. За поликлиникой закреплены два детских сада и школа. Помимо естинцев она обслуживает население трех деревень. Стоит вопрос от жителей. Как-то расширить здание единственного на территории медучреждения. Губернатор предложил два варианта – выполнить ремонт и перепланировку в рамках программы «Бережливая поликлиника», либо более кардинальный вариант – подыскать новое помещение или площадку по строительству. Уже приступать к проработке, Олег Владимирович. Я в местном здравоохранении тоже поручение дам. Понятно, что это в первую очередь наши полномочия, но тем не менее вы здесь на местах и с жителями, и с главой поселка. Посмотрите, как с главврачом, как лучше сделать. Еще одна болевая точка – затянувшееся строительство Леневского стадиона. На 23 тысячи населения нет ни одного современного спортивного объекта общего пользования. 14 отделений индийской юношеской спортивной школы района и утятся в школьных подвалах. Огромная просьба, если можно выделить нам деньги в начале года, в 21-м, чтобы мы закончили строительство стадиона. Крайне важный объект, для нас очень важный. Андрей Танников поручил скорректировать проект, включив все недоделки, а после этого решить вопрос о предоставлении субсидии для полного завершения работ на этом объекте. В поселке Чернореченский главе региона показали аварийное здание Дома культуры. Впервые провели ремонт, его как бы остановили, движение в них. Через три года все возобновилось опять. И нам прокуратура дала предписание. Глава района заметил, когда-то это был роскошный клуб, а теперь Чернореченцам необходимо новое безопасное здание. В рамках нас проекта «Культура» здесь планируется возвести модульный ДК на 200 мест. Но сначала нужно разобрать аварийный клуб. Если мы будем включены в программу по культуре на 24-23 год, мы к этому моменту уже тут разберем все. Требуются новые решения для продолжения развития этих достаточно перспективных населенных пунктов. Поэтому круг вопросов очень широкий, как я уже сказал, от здравоохранения до сферы культуры. Все поднятые сегодня вопросы очень актуальны и вниманием требуются именно сейчас, в преддверии формирования бюджета на 2021-2023 годы, подытожил глава региона.